Высказывайте своё мнение. Участвуйте в дискуссии. В программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Ну вот, дорогие друзья, неполиткорректное шоу у нас в эфире. Шоу, которое создал Сергей Зацепин. Я его ведущий Анатолий Червец. Участники, конечно же, как всегда, все вы, дозвонившиеся по телефону 847-400-5200. Вы нас можете слышать на нашей веб-страничке radio-nvc.com, на нашей страничке Facebook Radio NVC, ну и, конечно, на нашем YouTube-канале Radio NVC, зайдя на которую, вы можете нажать кнопочку subscribe и станете полноправными участниками нашего YouTube-канала. Теперь еще одно небольшое объявление. Сегодня у нас уже было наше неполиткорректное ток-шоу, которое вышло в 12 часов дня, вместо программы Яна Йоффе «Странички Америки». Но это только сегодня. Надеемся, что в следующий вторник Ян будет у нас в эфире, как обычно, с новыми историями. Так что обязательно подключайтесь, слушайте, и будет интересно. Я больше чем уверен, Ян всегда нам рассказывает очень интересные познавательные вещи. Ну, а так как мы уже обсудили немного ранее ситуацию с Мексикой и с тарифами, ну и с Китаем и так далее, я бы хотел сейчас немножко затронуть другую тему. Тема очень, ну, будем говорить так, она, конечно, важная, но больше, я бы сказал, абсолютно ненужная, необязательная. Ну, в общем, разговор пойдет сегодня, сейчас, вернее, о слушаниях в комитете, юридическом комитете Палаты представителей. Вчера, как вы, многие из вас уже знают, может быть, еще нет, вчера днем состоялись, первое состоялось слушание из серии, я так понимаю, нескольких в юридическом комитете Палаты представителей, который возглавляет Джерри Недлер, или Фет Джерри. Ну, давайте говорить так, во-первых, я хочу рассказать о том, для чего вообще это нужно было, и что оно из себя представляло, ну, а потом, я думаю, мы обсудим то, что там происходило, ну, с теми из вас, которые видели это или слышали уже об этом. Кстати, номер телефона в студии 847-400-5200. Итак, демократы никак не успокоятся со своими призывами к импичменту, и, в общем, короче, нужно срочно убрать этого президента, он им, видите ли, не подходит, и это продолжается уже, слава богу, больше двух лет, но, тем не менее, демократы вот в лице Джерри Недлера решили, что все вот эти расследования, которые проводились Бабом Маллером, которые проводились Джеймсом Коми, которые, в общем, уже порядочно нам всем надоели, Недлер посчитал, что этого недостаточно. Нужно еще и еще и еще продолжать как бы вот это расследование. Ну, собрал он комитет, вы сами знаете, что в комитете, конечно же, большинство демократов, поэтому, в принципе, зачем нужно было собирать комитет, вообще непонятно, но это их такая тактика подготовки к импичменту, то есть интересная ситуация. С одной стороны, их база требует, чтобы выставить президенту Трампу импичмент, с другой стороны, они этого не хотят, потому что понимают, что ничего хорошего из этого не выйдет, и они уже знают, что произошло с Белым Клинтоном по этому поводу. Короче говоря, вот они сейчас пытаются как-то подвести какую-то подоплеку к тому, почему они считают, что нужно привести в исполнение импичмент. Так вот, вчера собрались высокооплачиваемые наши палаты представителей, вернее, комитет палаты представителей, и вызвали трех свидетелей. Значит, как можно называть свидетелями людей, которые не имеют никакого отношения к этому расследованию, я не представляю, если честно. Но, тем не менее, были вызваны профессор юриспруденции по фамилии Макуэйт, это женщина, которая работала в министерстве юстиции при Обаме, его выдвиженка, я имею в виду Обамы, вторая, в принципе, такая же должность, профессор юриспруденции госпожа Вэнс, точно так же, как и госпожа Макуэйт, госпожа Вэнс являлась работником департамента юстиции, вернее, министерства юстиции при Обаме, и третьим персонажем, ну, по-другому его назвать невозможно, был приглашен человек по имени Джан Дин, который вызвал, наверное, самую большую бурю негодований по поводу его присутствия на этих слушаниях. Почему? Значит, давайте для начала я быстренько расскажу, кто такой Джан Дин и что он там делал. Джан Дин был одним из адвокатов Белого дома при президенте Никсоне. Это человек, который в свое время не просто был адвокатом Белого дома, но это был человек, который организовал фактически вот то, что мы сегодня называем Whitewater. То есть, он был как бы мозговым центром вот этой катавасии, которая произошла с Никсоном. И причем самое интересное то, что после того, как произошло вот это нападение на гостиницу с якобы попыткой выхрость документы и так далее, когда началось расследование этого инцидента всего, и оказалось, что Джан Дин был как бы мозговым центром вот этой всей затеи, к нему проявили очень большой интерес представители и ФБР, и министерства юстиции, и доказали то, что он принимал непосредственное участие во всем вот этом цирке, и для того, чтобы не загреметь в тюрьму на очень большой срок. То есть, во время расследования господин Дин сумел проявить находчивость и в девятнадцати случаях обманул представителей как Следственного комитета, так и Министерства юстиции, так и ФБР, девятнадцать раз он обманывал под присягой, и когда ему это все доказали, для того, чтобы не загреметь на долгий срок в тюрьму, он согласился превратиться в так называемого стукача и сдать полностью всех тех, которые участвовали во всем этом заговоре, включая людей, которые должны были ворваться в эту комнату в гостинице и которые должны были выкрасть эти документы и так далее. То есть, он всех сдал полностью, за что был признан виновным только в одном случае обмана и препятствия правосудию. Когда он признал себя виновным вот в этом деянии, ему вменили, во-первых, его лишили лайсенса адвоката или адвокатского лайсенса и ему дали 4 месяца так называемого нахождения в halfway house. То есть, это такие дома, где заключенные после отсидки или после отбывки срока должны пройти как бы реабилитацию и ресоциализацию в общество. и для этого их поселяют вот в такого рода halfway house. Там такое более-менее контролируемая ситуация, где они должны жить по правилам вот этого вот дома, где они должны в общем, короче, их должны как бы вернуть в общество. Давайте говорить так. значит, вот после всего вот этого выходит наш Джан Дин, вышел он из этого halfway house без лайсенса адвоката, без возможности работать адвокатом или вообще в какой-то легальной, по легальной специальности, и чем он начал заниматься? Ему предложила демократическая партия ему предложила успешно поработать на благо самой демократической партии, как бы рупором от демократов. И вот он начал свою деятельность на CNN, он написал несколько книжек, где он полностью смешал с дерьмом всех республиканских президентов, последующих после Никсона. То есть, он смешал с дерьмом Регина, Буша старшего, Буша младшего, ну и сейчас перешел на Трампа. Значит, ему сегодня 80 лет, человек, которого абсолютно, к которому нет никакого уважения, кроме того, что его называют обманщиком, предателем, стукачем, ну и вот такими всеми словами. Тем не менее, это человек, который написал несколько книжек и в каждой книжке он писал, вот допустим, Регина нужно импич, Буша старшего нужно импич, Буша младшего нужно импич, ну и угадайте с одного раза, что он написал о Трампе. Значит, за последние два года было установлено, что он о Трампе написал 970 твитов, ни одного лицеприятного, во всех своих твитах он поливает Трампа грязью, мешает его с дерьмом, сравнивает действия Трампа с с тем, что произошло во время Никсона, ну и так далее и тому подобное. И вот такого вот, будем говорить так, негодяя и подонка, абсолютно не боюсь этих слов, потому что именно этим Джан Дин и является, негодяем и подонком, потому что это человек, который, ну, я уже не говорю о том, что он не говорит слова правды, но это человек, который продал и свою душу и свои мозги, ну вот, посвятил это все тому, чтобы избавляться от республиканцев, хотя когда-то сам был республиканцем. Так вот, вот эти три человека, значит, госпожа Мэквейт, Венс и Джан Дин были вызваны как бы легальными знатоками-экспертами для того, чтобы разобрать так называемый рапорт Малера. Ну, и я, конечно же, имел такое неудовольствие следить и слушать, то есть следить за тем, что происходило на этих слушаниях, конечно же, сторона демократов полностью трубила о том, что, конечно же, Трамп представляет собой ну, четкий пример того, почему нужно его импичь, даже сомнений нет в том, что он виноват в препятствии правосудию, и то, что Малер написал о том, что Калужин никакого не было ни со стороны Трампа, ни со стороны членов его семьи, конечно же, это не правда, это я говорю то, о чем вчера говорили демократы, и Трамп заслуживает самого-самого такого жестокого наказания в виде импичмента и вообще ухода с поста президента. Ну, и, конечно же, республиканцы, вот, это действительно, это был такой луч света в темном царстве, когда республиканцы в лице конгрессмена Редклифф, в лице конгрессмена Джимми Джордана, в лице конгрессмена Тами Калленс, или, I'm sorry, Даг Калленс, они, конечно, порвали демократов на просто как тузик грелку, сказав о том, что все вот это посмешище не стоит выеденного яйца, и, в принципе, вот этот цирк, который был устроен Недлером, с участием людей, которые вообще не имели, то есть, два представителя администрации Обамы, и один, который 45 лет тому назад был признан обманщиком, обвинен в препятствии правосудия с отобранным лайсенсом и так далее, но вот, вот в этом состоит вся сущность не только комитета юридического палаты представителей, но, в принципе, всей демократической партии, все они, конечно же, в один голос кричали, что абсолютно Трамп заслуживает импичмент, но, все бы это было ничего, если бы не выступление женщины, которая, если я не ошибаюсь, она, по-моему, представитель Флориды, если я не ошибаюсь, не помню точно сейчас, но, тем не менее, значит, вопрос был поставлен так, что президент Трамп несколько раз своими разговорами, он не совсем совершил препятствие правосудию, но, в принципе, если хорошо постараться, то можно все-таки определить, что препятствие правосудию присутствовало, это были вот такие обороты речи, кроме этого, как можно еще назвать, если не препятствие правосудию, то, что кто-то в администрации Трампа, не знаю только, единственное, что никто не уточнил, кто и что сделал, занимались уничтожением доказательств. Вот представляете себе, то есть сидит комитет, 24 человека, из них большая половина демократы, сидят три вот этих якобы свидетеля, которые, конечно же, тоже демократы, и вот они сидят и с абсолютно серьезными лицами, они говорят о том, что Трамп совершил препятствие правосудию хотя бы тем, что кто-то в его администрации уничтожал доказательства, которые могли бы его подвести под обвинение в препятствии правосудию, да, и при этом ни один из них словом не обмолвился о том, что сделала в свое время Хилари Клинтон, когда она поручила сделать так, чтобы 33 тысячи имейлс просто исчезли с лица земли, чтобы разбили два ее телефона до такой степени, до неузнаваемости, еще и забрали вот эти карточки, сим-карточки, и вот это все ни один человек не сказал, послушайте, ребята, вот это действительно было препятствие правосудию, нет, тут об этом речь не шла, речь шла о том, что Трамп в своем, одном из своих твитов упомянул имя Пола Менефорда не сказал, что если он будет держаться стойко, то ну будем говорить так, он получит ему может светить пардон, то есть милость Трампа, значит, вот это является препятствием правосудию, то, что в свое время сделали, кстати, насчет Питер Страк и Лиса Пейдж, это люди, которые мы все знаем, работали на Малера в его как бы следовательском комитете, так вот, тот факт, что Малер или давайте скажем так, во время правления Малера исчезли там какое-то сумасшедшее количество текстовых сообщений с телефона Питера Страк, об этом слова никто не сказал, но зато Малер нашел тот факт, что было препятствие правосудию, правда, оно не было как бы исполнено, но была как бы попытка уничтожить там какие-то данные, короче, вот этот цирк вчера весь происходил у нас на глазах, и я думаю так, что на этом мы еще не закончили вот эти слушания, хотя вчера очень здорово высказались и Джим Джордан, и Редклэфф, и Дак Калленс очень здорово высказались, но я думаю, что Недлер будет продолжать вот этот свой цирк, и ну в общем интересно будет посмотреть, как все это будет происходить дальше. Кстати, насчет импичмент, Нэнси Пелоси выступала на СНН вчера после уже того, что произошло вот это слушание, и ведущий на СНН прямо, ну вот он пытался из нее вытащить эти слова, что да, мы будем бороться за импичмент Трампа, но уже интересная вещь в том, что Нэнси до сих пор не находит в себе силы сказать о том, что нужно импич Трампа, то есть она-то прекрасно понимает, чем это грозит, поэтому интересно, что будет происходить дальше, так как ну вот это опять же это мое мнение, чисто вот из моих наблюдений, конечно же они не перестанут аж до самых выборов, они не перестанут трясти Трампа, они не перестанут свои вот эти investigations, расследования, но на импичмент у них не хватит смелости, они все-таки боятся это привести в действие, потому что боятся, что это может обернуться для них не очень хорошо. Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на Station ID, ну и обязательно потом после этого вернемся и обсудим еще пары очень интересных и важных сообщений. Оставайтесь с нами. Мы возвращаемся в неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Номер телефона в студии по-прежнему 847-400-5200. Звоните, набирайте номер, будем общаться. Ну а пока хотел бы вам еще рассказать вот о такой ситуации буквально где-то час тому назад поступил звонок в студию. Человек попросил рассказать о том, что происходит с нашей стеной на границе и вообще строится, не строится, что там происходит и так далее. ну вот я с удовольствием хотел бы рассказать о том, что несмотря на все уловки, будем говорить так, демократов не выделять деньги на стену, все-таки стена строится, так как сейчас проходит, ну он уже какое-то время проходит акция по сбору денег на стену в одном из так называемых GoFundMe accounts, собрано было 23 миллиона денег именно на постройку стены. Так вот Department of Homeland Security принимали так называемый аукцион, они устроили аукцион для компаний, которые хотели бы принять участие в строительстве этой стены и одна из компаний подала довольно-таки неплохой цену неплохую для строительства участка стены, причем этот участок будет в районе Алпясово, там очень такие тяжелые условия, там и горы, ну не так горы, как не знаю даже как это сказать при горке, в общем короче неровная местность и вот они дали цену 15 миллионов долларов за одну милю стены и этот бит был принят и строительство стены началось и кстати были разговоры брали интервью пограничников которые считают что действительно вот даже вот такой небольшой казалось бы участок длиной в милю это оказывает очень такое огромное подспорье для их работы по охране границы так что постепенно то есть мы знаем прекрасно что Трамп объявив чрезвычайное положение в связи с кризисом иммиграционным кризисом он смог добиться того что по моему если я не ошибаюсь 6,9 миллиарда долларов было как бы отложено Пентагоном для участия в построении стены там правда сейчас демократы судятся они пытаются доказать что Трамп не имеет права на использование этих денег что эти деньги были выданы Пентагону но опять же были проведены исследования и ясно и четко понятно что вот эти 6,9 миллиарда не повредят бюджету Пентагона и вроде бы в этом большого такого большого большой проблемы не существует ну это кроме того что мы все помним что Трампу выделили еще полтора миллиарда в самом начале на строительство стены то есть в принципе ну вот с такими суммами уже я думаю что стена будет построена это мои предсказания потому что по всем ну по всем по всей видимости мы наблюдая за тем что делает Трамп мы понимаем что он все-таки ставит перед собой цели и он этих он эти цели все-таки добивается поэтому я думаю что там то есть проблем со стеной они есть но их можно преодолеть ну а пока Трамп строит стену и борется с иммиграционными отсутствием иммиграционных реформ мы знаем прекрасно что и палата представителей во главе с НСПЛОС и даже семь республиканцев представителей проголосовали за то чтобы поддержать амнистию двух с половиной миллионов нелегала ну с одной стороны именно как политическое решение я это могу понять потому что те республиканцы которые проголосовали вместе с демократами в принципе им терять там нечего потому что демократы по-любому то есть так как демократы сегодня имеют большинство в палате представители они по-любому бы протащили этот закон ну а эти республиканцы я думаю что они получили наверное неплохие обещания по поводу ты мне я тебе и ну таким образом чисто продали свои голоса демократам опять же без как говорится болезненной ситуации в принципе потому что их голоса так или иначе ничего бы не меняли но вот меня интересует такая ситуация мы все время слышим одно и то же когда идет разговор о стене или не стене нужна эта стена не нужна она и так далее мы постоянно слышим одно и то же значит ну демократы республиканцы вместе с Трампом все-таки большинство считает что стена нужна демократы считают что стена не нужна и она не нужна именно потому что есть как они выражаются миллионы других решений которые могут способствовать безопасности или укреплению наших границ то есть использование дронов использование электронной слежки наблюдения использование большего количества пограничников вдоль границы и так далее но к сожалению вот так как я это понимаю допустим да если бы я хотел доказать свою правоту я бы по крайней мере начал предпринимать шаги в этом направлении то есть я бы направил какое-то количество дронов на границу я бы направил какое-то увеличенное количество пограничников на границу я бы улучшил условия работы на границе пограничников и тех которые им помогают для того чтобы сказать вот видишь вот смотри вот мы сделали вот это вот это вот это вот это все все наши действия способствовали уменьшению перехода границ нелегалов и нам твоя стена в принципе не нужна да то есть это был бы нормальный ход вещей но тем не менее никто не демократы не республиканцы которые кричат что стена абсолютно не нужна можно использовать что-то другое ни те ни другие палец а палец не ударяют для того чтобы предпринять хоть какие-то шаги для увеличения безопасности на нашей границе южной но тем не менее говорят и молят вери мелят языками все кому не лень и каждый в кавычках эксперт считает что именно вот у него есть четкое решение этого вопроса хотя никому это решение не нужно почему потому что конечно же демократы ни в коем случае не собираются останавливать поток нелегалов в соединенные штаты многие республиканцы которые тем или иным образом замешаны в бизнесах которые процветают на дешевой рабочей силе значит они тоже не заинтересованы в уменьшении потока иммиграции нелегальной в общем короче говоря так интересное такое ощущение что абсолютно никого не интересует безопасность наших границ безопасность нашей страны то есть какая-то более-менее упорядоченность того что происходит у нас на границах вообще никого не интересует и вот смотрите как интересно когда мы помним что произошло 14 февраля пару лет назад в во флориде там где было массовое убийство школьников в паркленд хайскул ну мы помним как все кричали демократы все кричали нужно срочно издать новые законы и отобрать у всех оружие нужно срочно обезопасить это обезопасить то нам нужно сделать это 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 но тем не менее когда дело дошло до каких-то действий быстренько все как-то разбежались по кустам никто ничего не хотел предпринимать мало этого когда республиканцы обвинили шерифа Браверт Каунти во Флориде в том что он ну будем говорить так по его халатности это расстрел школьников произошел даже намного то есть в большем количестве чем могло бы произойти если бы он направил своих сотрудников в эту школу для того чтобы они ну как-то в общем что-то сделали с этой ситуацией так вот шериф этой Браверт Каунти настолько был беспечен где он даже позволил себе утверждать то что все было сделано правильно абсолютно все было сделано по закону как положено и так далее и из-за того как себя вел шериф точно так же себя вел вот тот полицейский который не вбежал в школу для того чтобы хоть как-то предотвратить вот это массовое убийство добрый день вы в эфире здравствуйте вы знаете Анатолий я на него очень согласна что никого не интересует по-моему фридом хокус интересует но они же в меньшинстве то сделать они ничего не могут вот но может быть если бы ну как бы там с ними объединился может быть что-нибудь бы получилось я не знаю знаете что хотела бы вспомнить несколько лет тому назад мы сидели и обсуждали что Мексика ну мексиканское правительство пропускает через границу только мексиканцев а всю вот эту вот братью которая с других стран очень четко и хорошо останавливали на южной границе вот значит они это могут то есть когда у них улучшилась экономика им не нужно идти уже в Америку что-то зарабатывать мексиканцам то они стали пропускать очевидно им платят хорошо они они с этого что-то имеют они пропускают все эти караваны и все эти тысячи тысячи негалов вот я так понимаю что если они могли это сделать тогда то есть не пускать их сюда то они могут это делать и сейчас ими кажется Трамп занял очень правильную позицию когда как бы ставить из такое положение что им придется это делать он занял абсолютно правильную позицию в том что их вы понимаете Варвара ну опять же мы же все прекрасно понимаем вот смотрите демократы очень красиво все говорят о том что вот нам не нужно действовать тарифы задействовать тарифы в борьбе там с политическими вопросами а что нужно задействовать эти тарифы вот нет дело даже не в этом ребята вы хоть действуйте хоть как-то сделайте так чтобы Трамп не был вынужден прибегать к воздействию тарифов на политическую ситуацию но этого же никто не хочет мы же все это прекрасно понимаем они хотят наоборот подставить они хотят его выручать абсолютно поэтому они его вынуждают вот к таким резким движением к таким мерам которые конечно же не знаете как в том фильме подкидыш девочка что ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову то есть это это четко вот такая ситуация где получается так значит Трамп ты не имеешь права воздействовать тарифами на политическую ситуацию но точно так же ты не имеешь права строить стену ты не имеешь права укреплять границы ты не имеешь права бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и денег мы тебе не дадим ни на строительство вот этих лагерей для содержания нелегалов мы тебе не понимаете то есть они ему они поставят такое положение конечно же для того чтобы он как можно больше и чаще проиграл 100% поэтому я абсолютно с ним согласен я сегодня порвал бы каждого который даже посмел бы открыть свой рот по поводу того что Трамп что-то не имеет права делать ребят вы не хотите чтобы он что-то делал тогда делайте что-то сами теперь они они хотят чтобы он что-то делал чтобы на него нападать ну естественно напасть и кричать и так сказать надо же чем-то говорить теперь по поводу того что вот вы говорите freedom caucus да я понимаю да есть freedom caucus которые но то есть которые в разговорах они поддерживают поддерживают но скажите мне пожалуйста когда вы последний раз слышали о каком-либо биле который бы они просто пытались бы протолкнуть вот так между нами девочками вот назовите мне один билл за последние полгода который freedom caucus ну я не знаю потому что все мою информацию в основном я черпаю от вас но иногда от ливина или раша лимба но я не слышала ничего такого вот к чему я вам это все веду то есть да есть freedom caucus это хорошие ребята все это хорошо все замечательно но проблема в том что они тоже особенно не не за не делают никаких тела движения абсолютно то есть вы понимаете они приняли ту позицию которую принимали республиканцы испокон веков мы в меньшинстве поэтому мы все равно ничего не добьемся поэтому мы будем сидеть ждать они это ждать вот и все то есть я понимаю что freedom caucus если бы им давайте говорить уже по-другому много ли добился freedom caucus во время большинства в палате тоже не особенно вот мы примем позже мы примем позже надо выбрать мы примем позже они вернули хвостом как они всегда это абсолютно вот поэтому я говорю понимаете есть разные коалиции которые себя могут называть как угодно ведь все ну как все судится по действиям я бы мог понять такую вещь вот далее один билл демократы отвергли дали второй отвергли третий десятый сорок пятый и для того чтобы показать вот смотрите мы выдвигаем вот такие-то пропозиции или такие-то предложения но нас постоянно отвергать тогда бы я сказал слушайте ребята ну что они могут сделать у них меньшинство они пытаются и у них не получается понятно но я не вижу никакого тела движения вот и все вот 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 в этом моя самая большая проблема что если бы я видел хоть какие-то попытки а так у нас района убрали когда вы последний раз слышали что-нибудь от кевин маккарти скажите мне пожалуйста вы помните да кто это ну это как руководитель спикера меньшинства да да это тип не в сенате в палате это вместо пола района пришел кевин маккарти да вот он он в очень хороших отношениях со всеми понимаете такой себя как это сказать белый пушистый вот то есть к чему я это все веду когда последний раз вышел допустим на публику кевин маккарти и сказал что я абсолютно протестую принять вот такое или я протестую против действий допустим там нэнси пелоси в ее там желание принять импичмент президент вот ну что-то какие-то телодвижения так она наоборот не хочет я бы хотела чтобы они проверили импичменты и тогда бы от них пух такой так в том-то тело мало не показалось как говорится как собака на сене так вот вы послушайте к чему это все веду ты знаешь прекрасно что твое все твое предложение все равно будет отвергнуто делай какую-то видимость хотя бы они даже этого не делают вы понимаете вот такой вопрос закон о том чтобы легализовать этих даков это недостаточно то что они приняли в нижнем палате теперь нужно чтобы этот закон прошел нужно чтобы верхняя проголосовала то есть сенат ну да конечно ну значит это еще не так страшно нет опять же вы понимаете это называется мы делаем вид что мы им работают они делают вид что они нам платят то есть оно конечно же не пройдет но вопрос ведь в чем сейчас демократы вы хотите сказать что-то там шевеляться ну да оказывается они работают а республиканцы даже этого не делают а республиканцы сидят себе спокойно как они обычно то есть я не хочу то есть я не знаю давно Мария не звонила я надеюсь что с ней все в порядке но для Марии всегда было ну да для нее было всегда красной тряпкой когда когда осуждали республиканцев но вы понимаете я с удовольствием бы их восхвалял я бы с удовольствием за них ратовал если бы они показывали какую-то жизнедеятельность хотя бы единственную жизнедеятельность которую показывают это Джим Джордан это этот Коллинз и ну Рэдклифф и кто там еще у них есть я забыл Майкли ничего не делает а Майкли ничего не делает вообще его не видно и не слышно там просто понимаете поэтому я говорю что вот если бы республиканцы заняли сейчас такую позицию которую они занимали всегда мы в меньшинстве что мы можем сделать все мы в оппозиции ну вот посмотрим меня интересует другое ведь действительно сейчас то есть они из-за своей вот этой вот бездеятельности они проиграли медтермс просто проиграли потому что они ничего не сделали по Обамакер они ничего не то есть они ладно проиграли понял но сейчас идут выборы ведь сейчас идут выборы и что дальше то есть они если они считают что они просто будут сидеть на руках и за них будут голосовать это же тоже не выход понимаете вот вот отсюда идет вот такая вот ситуация спасибо вам огромное сейчас время подходит к концу будьте здоровы дорогие друзья спасибо всем за то что были с нами за то что слушаете всем спокойной ночи и я думаю услышимся завтра спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok